Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго времени суток! Только что мы записали программу «Я вижу ослепительный мир» и гостья сидит рядом с нами, с Николаем Забейкиным. Прекрасная девушка. Да, это просто потрясающая, очаровательная певица. Это Лилия Ханипова. Добрый день, Лилия. Доброго времени суток, друзья! Привет, Виктор Николай Олегович. Очень рада вас видеть уже вживую. Да, да. И более того, хочу сказать, что Лилия мечтала встретиться и с Анатолием Николаевичем. Мы встретились. И вот так получилось, что попался на дорогу. Совершенно случайно. Пообщались плодотворно. И Николай Олегович пришел. На самом деле, мы просто все очень рады, что действительно общались дистанционно. Теперь ты рядом с нами. Сегодня, Николай, я хочу тебе сказать, что Лилия живьем акапелла так потрясающе спела. Я сидел, слушал даже камерные исполнения, когда это в студии. Это просто трудно передать. Я как бы тебе, как человеку, которому не нужно объяснять, что такое татарская башкирская песня, тем больше ты проводил в Тинторке концерты Лилии Ханиповой. И, собственно говоря, благодаря тебе, наверное, мы и познакомились. Эта касса была уже больше двух лет назад. Сегодня Лилия попала в основу программе. Я хочу сказать, что она, как певица, растет, развивается. И вершины, которые она уже покорила, дорогие зрители, кто нас сейчас смотрит, чтобы понимали. А вот, напомни, в Татарстане там проходил конкурс, да? Да, была лауреатом первой премии международного телевизионного конкурса среди людей, молодых исполнителей. Это татарная мелодия, что переводец татарского языка означает. Вот не так давно я выиграла номинацию «Открытие года» в республике Баскартостан. В Уфе проводился республиканский конкурс «Башкирская песня Башкортиера», где обязательным условием было исполнение протяжной башкирской песни. А я хочу сказать, что, наверное, талант Лилии еще объясняется тем, что в ней объединились два великих наших братских народа. Это и башкирский, и татарский. Значит, папа у тебя татарь, мама башкирка. Поэтому с детства она впитывала и те, и другие песни. И вы знаете, что поразило меня, когда мы познакомились, мы говорили, и Лиля сказала о том, что она только в 7 лет узнала о том, что она не видит. Это на самом деле удивительно, потрясающий, это необыкновенный, потрясающий подход родителей. И сегодня вот хочется поблагодарить твоих родителей за то, что ты здесь и с нами. И то, что ты сегодня делаешь, это уже не просто рост певицы, развитие, которое ты получаешь дополнительное образование. Это уже, по сути дела, готовая певица для того, чтобы и выступать, и гастролюдить. Это доказательство было выступление на многочисленных площадках в России. В том числе и почастливилось тебе выступать и в Петербурге, и в Петропавловской крепости. И учителями твоими сегодня в Башкорстане являются прекрасные люди, я хочу, что ты их назвала. Это заведующий кафедрой композиции, профессор из могилы Валаила Загировна. Это мой преподаватель по специальности композиция Резванова Лидия Каусаровна. Это профессор кафедры вокального искусства. Это не мой преподаватель, но я считаю его своим, как бы, так скажем, кумиром. И есть, что, чему у него поучиться. Профессор кафедры вокального искусства Газиев Ибрисмун Дорисович. Это доцент кафедры сольного пения Слягузова Светлана Анваровна, мой преподаватель по специальности. Это еще и доцент кафедры композиции, заведующий кафедрой эстрадно-джазового исполнительства Скопиолкин Валерий Михайлович. Доцент кафедры общего прокопиана, заведующая Гордеева Елена Владимировна. Кандидат искусствоведения, доцент Исхакова Саина Завуровна. Ну вот, это все мои преподаватели. И мне хочется сказать низкий поклон всем этим людям, здоровья, за то, что вы взращиваете, помогаете развиваться таким необыкновенным талантом. Так получилось, что Лилия не смогла приступить в консерваторию в Казани. В какой-то степени, кажется, Казань потеряла что-то. Но Лилия приобрела много друзей, много наставников и приобрела целую Башкирию как культурный центр. Там замечательный народ, замечательная атмосфера, которую она тоже впитает, чтобы дополнить свой колорит. Мне хотелось бы сейчас, чтобы ты повторила то, что ты делала в студии. Я исполню, но исполню другую песню, тоже башкирская народная песня, «Уралам», где воспеваются горы Урала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. До новых встреч.